Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам, глава 8, стихи со 2 по 13, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, что Бог, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерти, помышления духовной – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу укодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение послания святого апостола Павла Кремлина. В сложной аргументации апостола Павла, который предлагается нам в этом послании, мы прослеживаем некие тезисы. И вот один из этих тезисов, да, помните, как мы с вами вначале говорили, был тезис о том, что пред Богом все согрешили. Апостол Павел четко проводил эту линию и доказывал, что как язычники, грешники пред Богом, так и иудеи согрешили пред Богом. И в этом смысле Бог нелицеприятен. Он не смотрит на лица, он не смотрит на то, язычник ты или иудей. Он смотрит именно на помышление сердца человеческого. Далее апостол Павел доказывает, что закон, закон, да, закон Моисеев, заповеди, закона и обрядовые заповеди, все те многочисленные, десятки, сотни заповедей, которые мы можем увидеть в священном писании Ветхого Завета, плюс к этому добавляется, как мы знаем, предание старцев, да, то есть комплекс, традиция, да, все это, оно не оправдывало человека. То есть оно не вело к оправданию, к окончательному оправданию, к свободе от греха. И даже больше того, апостол Павел приводит такую мысль, и мы с вами в прошлые разы как раз-таки это обсуждали, говорили об этом с вами, что шокирующая мысль о том, что на самом деле заповедь, она обнаруживает, оживляет грех в жизни человека. Каким образом? Таким образом, что до того, как заповедь появилась, человек не знал, что он приступает к границе, не знал, что он греховен. А именно заповедь оживляет в его жизни присутствие греха. И вот, казалось бы, заповедь свята добра и должна выстроить человеческую жизнь в том верном векторе, который предлагает человеку Бог. Но сама заповедь, она не спасает человека. И здесь не нужно говорить о том, что заповедь плоха, зачем она вообще нужна была, потому что такие вопросы, в принципе, задавались, и апостол Павел с ними полемизирует, отвечает на них в стиле диатрибы, то есть беседы с невидимым противником. И он говорит о том, что заповедь плохая. Нет, она не плохая, но она не конечный результат. Не она суть нашей религиозной жизни, но она помогает как нельзя лучше достигнуть сути. А в чем суть? Суть во Христе. Суть веры в Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, что Его смерть и Воскресение мы обретаем жизнь вечную, мы обретаем спасение, то есть возможность спасения, да? Потому что окончательное спасение, мы знаем, оно будет уже со вторым пришествием, да? Вот восьмая глава, отрывок из которой мы сегодня прочитали, здесь появляется новый тезис, который так или иначе звучал подспудно, скажем так, да? Несколько заувалировано в предыдущих главах, то здесь он более четко раскрывается. Это тезис о том, что мы должны спасаться жизнью во Христе. Жизнь во Христе противопоставляется, и это видно в сегодняшнем отрывке, четко противопоставляется жизни по плоти. А плоть в богословии апостола Павла – это некий такой конструкт, который заключает в себе понимание того, что это не просто тело человеческое, не просто плоть как органика, да? А плоть – это то греховное начало, которое направляет человеческие члены, да? То есть различные, скажем так, способы бытия человека, да? Человеческого организма, человеческого естества, физического, да? Направляет его к греховным страстям. И вот плоть противится духу, а дух стремится к благодати. Соответственно, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть мы должны переподчинить себя, о чем апостол Павел говорит таким образом, что ветхий человек должен умереть в купеле крещения. Мы умираем со Христом, дабы жить вместе с Ним. Но эта смерть должна быть внутренне наша, быть подготовлена нашей верой, осознанием своей греховности и желанием следовать за Христом. Соответственно, мы во Христе Иисусе, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, да? То, о чем мы говорили. То есть закон, он бессилен оправдать человека. Ослабленный плотью, да? Потому что плоть всегда стремилась к удовлетворению страстей. Это греховное начало в человеке, которое появилось в нем в результате грехопадения первых праотцев Адама и Евы. Соответственно, закон, ослабленный плотью, был бессилен. По этой причине Бог послал сына своего в подобии плоти греховной, да? То есть он был подобен человеку во всем, кроме вот этой удобопреклонности ко греху, да? То есть плоть Христа не влекла его на грех. Но она была точно такая же по составу, то есть во всей полноте. Он воспринял человеческое естество. Поэтому послал сына своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. То есть в самой плоти Христос победил грех в самом себе, внутри, в человеке. Он его уничтожает в человеке. Пригваждает вот это греховное начало ко кресту вместе с собой. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышлят, и живущие по духу о духовном. И далее он говорит о том, что помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Здесь четко проводится параллель между двумя способами бытия. Это бытие по плоти и бытие по духу, со Христом. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А дух Христов мы имеем только через веру. Ибо вера – отслышание. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. То есть праведность обретается жизнью во Христе через веру. Вот такой тезис мы можем здесь сформулировать. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умрешляете дела плотские, то живы будете ими. Соответственно, мы, дорогие братья и сестры, должны стремиться именно к такой жизни, умершлению в себе, вот этого плотского начала. И самое главное – память о том, что в крещении мы уже умерли, мы уже мертвы. Поэтому не нужно возвращаться к прежней жизни, а нужно стремиться к жизни во Христе по Его Духу. Поэтому будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я буду взяться в великолепие Твое при высшем небе. Субтитры создавал DimaTorzok